В мире постепенно снимают ограничения, связанные с пандемией коронавируса. 15 июля Россия планирует открыть границы со странами СНГ. Сегодня мы решили узнать у москвичей, какую из стран бывшего Советского Союза они бы выбрали для отдыха этим летом. Ну, наверное, в Азербайджан, потому что там кухня вкуснее. В Узбекистане мы кое-что уже видели с семьей, а в Азербайджане только мечтали побывать. Из СНГ, ну, вряд ли. Я либо Сочи рассматриваю, либо уже вот за границу. В Грузию. В Абхазию, потому что я люблю там отдыхать. Ну, вообще-то я, в принципе, считаю, наш российский курорт. Я, наверное, скорее всего в Крым, либо в Сочи поеду. Наверное, в Грузию. Рены грузинские. Ну как, Азербайджан вообще, место замечательное, Баку, там же снимались фильм наш, знаменитый, «Бриллиантовая рука». «Всю хочу попасть в старый город». Люди были, говорят, красиво. Как-то вот бизнес не позволяет. Я люблю бизнес командировки, но вот все никак. В Грузии. Мне кажется, культура этих стран настолько интересна, что если ты там не был, то обязательно нужно увидеть. Стран очень много, скажем, ну, желание, наверное, Абхазия. Я бы с удовольствием съездил этим летом в Азербайджан. Я был там уже несколько раз. Примерно где-то 3-4 раза. Особенно в городе Баку. Город привлекает своей исторической и современной частью. Больше нетронутой природы, более, скажем, климатические условия. То есть отдыхал и в Крыму несколько лет подряд, и в Абхазии. Но Абхазия больше как бы по душе. Такое счастливое время. Я так благодарна этому вирусу, если честно. Помимо того, что появилась возможность провести так много времени с семьей, появилась возможность почитать. Мы освоили кучу новых игр. Мы освоили домашний спорт. Мы освоили кучу новых блюд. И поправились, конечно, тоже. Нет, много всего интересного. Ну, нужно быть ко всему готовым. Моя жизнь никак на самом деле не изменилась. Просто я стала расслабленной. И все. Сидел на даче на самоликвидации. Все. Понравилось. Жена в Москву не вызывала. Ну, честно, не особо так и, конечно, изменилась. Но тяжело было. Но экономить надо. Экономить. Еще раз экономить. Лена не всегда обязательно ездит на работу. По сути дела то же самое. Все? Да. Знаете, в онлайн перешла. Живу в онлайне. Работаю в онлайне. С коллегами общаюсь. Даже вечеринки в онлайне. Жуть. Хочется живого общения уже. Ну, я думаю, что она всех научила одному и тому же более бережному отношению к близким и к своему собственному здоровью. Это время позволило мне побольше помыть с семьей. Заниматься своими любимыми пробиями и побольше отдохнуть. Последние месяцы – это удаленная работа. В принципе, остается больше времени уделять семье. Скажем, немножко баланс сместился. Ну, в принципе, в моем случае и в моей работе это больше как бы плюс. И, наверное, больше даже привык к этому режиму.